Врач спортивной медицины принял первых пациентов, начинающих спортсменов 6-10 лет. Начало работы нового кабинета обсудили главный врач районной больницы Олег Дмитриев и представители общественной палаты округа. Представили доктора Татьяна Лачина, интернатура Моники по специальности терапия, первичная специализация по спортивной медицине, стаж более 10 лет. Трудится теперь в детской поликлинике на бульваре Кузнецова и в районной поликлинике для взрослых. Если необходимо заключение для занятий в сексе, для сдачи нормы ГТО, это все к ней. Записывает к спортивному врачу участковый педиатр или терапевт. Терапевт или педиатр выписывают ему справку, в которой будет звучать только группа здоровья, первая или вторая. Д-наблюдение, на Д-наблюдении состоит или нет. И с этой справкой от терапевта или от педиатра уже спортсмен, так скажем, приходит ко мне. На основании этой справки я буду выдавать заключение, допущен он к тренировкам или нет. Если спортсмен занимается больше двух лет, схема чуть другая. Ему нужно будет пройти специалистов, перечень дадут на приеме. И уже с заключениями отправляться в кабинет спортивной медицины. До сегодняшнего дня у нас все спортсмены, в том числе для получения справок для прохождения ГТО, были вынуждены ездить в Москву. Все без исключения для получения этих справок. Соответственно, это неудобно и родителям, и детям. Представители общественной палаты говорят, кабинет это только начало. Больше шести лет они мечтают и добиваются появления в округе спортивного диспансера, где могли бы наблюдаться разрядники, профессиональные спортсмены. Это медицинское учреждение целое, там штат врачей, там можно проходить различные процедуры. Вы знаете, сколько сейчас современного различного медицинского оборудования придумано именно для спортсменов. Но и нас еще интересуют, в первую очередь, спортсмены-разрядники. Они пока еще не смогут проходить, начиная там с третьего взрослого. Спортсмены будут все-таки ездить в специализированные спортивные диспансеры, а в кабинете им справку на участие и допуск соревнований пока давать не будут. Представители общественной палаты продолжат заниматься вопросом появления в округе спортдиспансера. Жанна Лавянникова, Антон Коврежных, программа «События».